здравствуйте здравствуйте так не смотрим на мой голос у меня последствия прививки вот видите развился бронхит но ничего я лечусь пришлось антибиотики применить но вот видите немножко не не хватило иммунитета мне посражаться но ничего в болезнях развивается иммунитет но видео не про это сегодня я вернусь к своему черенкованию елочек это уже третье видео первые два видео я поставлю ссылочками ссылочки под описанием внизу и чтобы вы посмотрели с самого начала как черенкуется как пересаживается какие как какая корневая образуется у елочек и сейчас я поверну камеру и начну рассказывать более подробно и сейчас я вам покажу вот я весной высаживала елочки из черенков у них получается уже был прирост весной небольшой прирост весной и небольшой прирост получается был начинается сейчас в августе вы знаете что хвойные все они растут в два прироста то есть первый майский прирост и 2 августовский прирост вот этим елочкам получается они год пробыли череночники пока они давали корневую вот и вот этот второй год они находятся у меня в этих баночках в этом году совсем мало почеренковалась дейзи уайт можно сказать что ее практически нету вот видите одна дейзи с белыми кончиками все остальные просто зеленые елки коника но видите зато мне удалось почеренковать в этом году голубую ель коника это тоже меня радует и вот у меня небольшая плантация здесь елей коника ну как сказать небольшая в принципе для меня нормальная плантация потому что если в неделю я их не могу продать например 4 5 штучек то в принципе этих елочек и я бы не сказала что их уж и маловато и вот здесь они у меня рядышком у меня видите прикопанные в рунт стоят не деформисы вот не деформисы не деформисы я не буду переваливать еще в баночке дальше потому что ну как бы пока этого грунта в такой 5 литровой баночке им хватает вот они вот там у меня тоже не деформисы вот здесь у меня не деформисы так и что сейчас мы делаем сейчас я вам переключусь подойду покажу дальше и так вот ели коника которым уже по два года то есть они два года уже просидели в своих горшочках естественно в этих горшочках и мужа тесновато абсолютно тесновато и поэтому мы сестрой вот переваливаем их вот такие вот горшочки еще раз расскажу для чего мы делаем вот эти вот пакетики для сохранения для сохранения баночки потому что потом пакет в пакетиках мы делаем дырочки там внизу дырочки у нас и потом когда мы продаем например растения мы можем взять вот так за пакетик получается при ты приподнимаешь пакетик баночку забираешь себе то что люди все равно эти баночки выбросят корневая с грунтом она остается цельной и ты просто отдаешь человеку еще в один пакетик загружаешь и отдаешь человеку так и дальше ну вот посмотрите вот пересаженная вот так вот пересажена у нас елочка и теперь я еще расскажу почему нужно почему нужно все-таки переваливать почему нельзя посадить сразу вот такой вот большой горшочек елочку и потом не заниматься вот пересадкой теперь смотрим внимательно вот сейчас я достану так я достала получается елочку из контейнера из маленького контейнера и видите вот у елочки корневая вот здесь корневая она ходит корневая по кругу ведь вот так по кругу и еще чем особенность этой елочки елочки что почему сразу маленький контейнер надо садить потому что когда елочка маленькая у нее может вообще развиться всего лишь один корешок и этот корешок например уйти вот на такое расстояние и если мы посадим эту елочку в грунт а потом будем делать пересадку мы же не знаем она же нету локатора посмотреть где нам откапывать и мы можем просто лопаты отсечь этот один единственный корешок и елочка погибнет а когда она в маленьком контейнеры когда мы череночек вот этот садим маленький контейнер ведь он ходит по кругу он ходит по кругу и оплетает вот так вот этот корешок как бы развивает корневую систему внутри этого контейнера но если сразу посадить большой контейнер значит этот корешок дорастет до края этого контейнера и будет ходить по кругу а серединка останется вот пустая без корней значит сейчас вот немножко вот сверху можем даже освободить вот видите сверху корешков то нету все корешки остались остались у нас вот ведь снизу вот освободить немножко здесь земли немножко вот здесь подрыхлить землю и вот таким вот образом вот разрыхлим немножко корневую вот освободим корневую и видите какая классная получилась теперь корневая вот теперь мы будем пересаживать вот в этот контейнер вот в этот контейнер вчера у нас прошел дождик и слава богу вот и наконец то потому что вот все таки за контейнерами иными растениями надо было очень внимательно следить и очень часто поливать потому что в контейнерах растения очень быстро пересыхает ну и здесь я уже набираю земли так как я с камерой вот не очень удобно это делать обычно я в перчатках ну ладно сегодня без перчаток поработаю так землю еще мы готовим мы привозим торф и у меня глинистая земля поэтому торф мы размешиваем мы размешиваем с землей и на половину торфяная земля получается на половину наша глинистая земля глинистая земля тем хорошо что она содержит огромное количество микроэлементов вот она очень питательная ну а торф он хороший разрыхлитель он делает почву более такой влага как-то воздухопроницаемый потому что елки они любят все-таки такие более рыхлые почвы и более богатые почвы дальше посмотрите вот здесь чтобы вот не закручивалась вот это обязательно я вот так закручиваю и подлаживаю под низ с одной стороны вот контейнера и точно также я делаю с другой стороны контейнера чтобы все-таки вот эти ручки не мотлялись и не закрывали не закрывали ну при поливе вот иногда если вот не закрученная штучка то она потом может мешать закрывать то есть выпасть вот сюда и закрывать при поливе вот такая получается пересадка этой елочки вот так она пересадилась и на год она уже может жить то есть сейчас корневая разрастется у корневой будет место идти снова вот так вот по кругу и таким образом это елка даст очень хороший прирост ну вот такую информацию вы посмотрели и немножко покажу еще своего питомничка вот вот видите все прекрасно все бушует все в очень все мои хвойные в очень хорошем состоянии сейчас немножко еще проведу вот обзора видите какой хороший прирост и в каком состоянии сейчас мои хвойные находится это у меня туи смаракт ну и вот немножко еще покажу покажу других других туик в этом году мне удалось и можжевельника скального кстати вырастить видите и вот там вот все у меня замульчирована ну я уже не раз говорила что мульча она помогает мне спасаться от сорняков и еще вот вернулась я к своим елочкам что мы будем делать вот видите мы их пересадили выставили вот сюда вот и что мы будем еще делать мы будем вот настолько где-то прикапывать елочки вот эти в землю потому что если елки просто стоят очень быстро произойдет пересыхание земляного кома во первых этот пол мы опустили в вале и поотмачивали вот чтобы напитался водой и когда вот так вот прикопано как вот здесь как вот эти вот елочки например как вот эти елочки видите они прикопаны они прикопаны в землю вот так видите тогда не происходит пересыхание земляного кома то есть влагу удается сохранить и так елки подрастают значительно быстрее ну вот этим я и займусь сегодня вот такая информация у меня была на сегодня я думаю для тех кто хочет развивать свой питомник кто хочет видового разнообразия вот потому что елки более капризны чем обыкновенные туи с туями конечно с черенкованием проблем вообще никаких нет а вот с елочками немножко есть свои хитрости и премудрости так вот я думаю что я помогла если вам понравилось это видео если вам интересно пожалуйста не забывайте вот я грязной и грязной ручкой вам машу не забывайте поставить пальчик вверх и как говорил мой маленький сын когда был маленький теперь он взрослый не жадничайте да не жадничайте поставьте пальчик вверх и кто впервые зашел ко мне на канал не забывайте подписываться и смотрите мои предыдущие видео там много интересной информации и про черенкование и про ландшафтный дизайн и еще я художник я очень люблю рисовать и часто выхожу в прямые эфиры и рисую в прямых эфирах и вообще я люблю еще поболтать порассуждать на разные темы поэтому оставайтесь со мной на канале я думаю что на моем канале вам будет очень очень интересно ну а пока пока ну и еще в конце немножко моего питомника в другом участке моего огорода чтобы вы видели сколько у меня получается огромное какое огромное количество у меня растений ну и вон там видите карт энзи метельчатая меня подрастает и сейчас еще хочу немножко показать вот те черенки которые мы в весной садили вот они уже тоже дали свой прирост вот и вот такие первый год они конечно их за уши вытягиваясь они маленькие они тяжело подрастает но вот на следующий год они уже быстро быстро примутся в рост вот а это у меня здоровый помидор у меня помидоры кстати сеются сами на участке как зелье но мы их не вырываем иногда вот черики оставляем себе вот так